15 февраля день, когда отмечается памятная дата вывода советских войск из Афганистана. Сейчас многие говорят, что это была чужая война, не за интересы нашей Родины, но наши войны выполняли интернациональный долг, а это высшее проявление мужества и героизма. Около сотни артемовских ребят проходили в разные годы службу в Афганистане. Трое погибли. Остальные вернулись, и сегодня в нашей студии три гостя, которые прошли через Афганскую войну. Анатолий Иванович Саушин, генерал-майор в отставке. Анатолий Иванович Гуцалюк, руководитель общественной организации «Боевое братство». Анатолий Корнильевич Лушин, член организации «Боевое братство». Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы не ставили своей целью обсуждать сегодня политические интересы воюющих сторон, а посмотрим на войну глазами простых солдат. Наверняка у многих из них была возможность откосить от армии, откосить от войны, но они этого не сделали. Они пошли туда, где труднее всего. Общественная организация «Боевое братство», членами которой вы все являетесь, что она себя представляет? Наша общественная организация в декабре 1922 года отметила 25 лет. Задача организации – это оказание помощи ветеранам, которые прошли боевые действия, членам их семей, и, естественно, работа подрастающим поколением в плане патриотического направления. Всеми этими вопросами мы занимаемся, практически все члены организации. Работой нашей организации я доволен. Нормальные ребята работают, нареканий, в общем-то, никому нет. В организации у нас есть ветераны довольно-таки молодые, которые уже в Сирии участвовали в боевых действиях. Довольно-таки еще есть молодые ребята, которые во второй чеченской кампании принимали участие. Я понял. Совсем правильно. Ветеран – слово почетное. Да. Хорошо, ребят, давайте вернемся к главной теме нашего разговора. Как вы попали в Афган? Было ли это вашим желанием? Или Родина сказала «надо», а вы ответили «есть». Вы вначале сказали, что разные отношения у разных категорий нашего народа к этой войне афганской. Но нужно иметь в виду, что были какие-то государственные интересы именно в Афганистане. Мы люди военные, мы принимали присягу, есть конституция. И в соответствии с присягой, если нам поставили задачу решать эти вопросы, мы обязаны были их решать. Я в свое время занимался отправкой в Афганистан различных наших частей, подразделений. Я в тот период служил в Прибалтийском военном округе. И когда нужно было встречаться с теми, кто убывал в Афганистан, когда инструктировал вопросы патриотизма, нужно было поднимать и так далее, убеждать как-то. А сам я думаю, вот как же я бы себя повел в той ситуации, когда мне бы пришлось идти. Это, наверное, самый главный вопрос. Да, действительно, это были внутренние переживания. Как себя проявить там по-человечески, чтобы не прятаться за спины своих подчиненных. И как-то пришло время, мы были на учениях, приезжаем в Ригу и звонок. Предлагают убыть в Афганистан. У меня еще дочь инвалид. И вот он говорит, вы, в принципе, Анатолий Иванович, можете отказаться. У вас объективные причины и так далее. Я подумал, я говорю, да не могу я отказаться, потому что я не смогу ее вылечить здесь. Мне нельзя отказаться от этого дела. И действительно дал согласие. И очень быстро организовали. И был я в Афганистан. Началась работа там. И действительно, я считаю, что это очень здорово, что мы прошли этот период боевых действий. Там и действительно по-настоящему формируются элементы патриотизма, элементы братства, дружбы. Там нельзя оставить товарища в беде и не откликнуться на его. Анатолий Иванович, вы уже ответили на те вопросы, которые я, в принципе, собирался вам задать. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что Анатолий Иванович Саушин – генерал-майор авиации. Я попал в 1982 году в Афганистан. Закончил автомобильное училище в Суриске. Был направлен в туркестанский военный урок. По распределению попал в резерв 40-й армии. Городок такой небольшой, типа нашего Артема, 15 километров от Ташкента. Там находился вот этот резерв. С первого же дня прибытия в часть нам предупредили, что мы все уедем в ближайшее время в Афганистан. Но кто когда поедет, конкретно никто не знал. Перед тем, как обыдь туда нас собрали в штабе округа, сказали, что придет там какой-то генерал с нами беседу. Ну, генерала мы не видели. Пришел простой полковник, популярно объяснил, откуда будем вылетать, когда будем вылетать. У кого, говорит, семьи есть, три дня даем на отправку семье. И кто будет отправлять, и кто отправлять семьи не будет, значит убываем сегодня. Ну, был такой вопрос задан. Кто не хочет ехать, скажите прямо здесь, прямо в зале. А нас, наверное, человек около 50 было, всех родов войск. Там связисты, артиллеристы, танкисты, автомобилисты, все там были. Мы, говорит, найдем место для прохождения службы внутри округа. Из всех присутствующих никто не отказался. Мне так вообще повезло. Я поехал со своим однозводником в одном взводе учились. Вот мы вместе с ним поехали. Призавелились в Кабуле, и там уже получили распределение по войскам частям. Вот так я туда попал. Я хочу сейчас сказать, бывший житель города Термеза. Вся юность моя там прошла. В 76-м году дембелизовался. Когда становился на учет, мне говорил военком так. Анатолий Корнеевич, вы еще должны 25 лет прослужить. То есть, два года, то, что вы прослужили, этого не считается. Я не понимаю в то время слово доброволец. У нас не было такого добровольца. Дело в том, что все жители этого города Термеза знали, что творится за речкой. Анатолий Корнеевич, давай говорить прямо. Ты ушел на войну добровольцем. Нет. Мы все были военнообязаны в запасе. Повестка приходит без всяких, но верны своей присяги. Возвращаюсь в свою часть, иду, переодеваюсь, снимаю с колодок свою технику и на полигон сосредоточение. Приказ перейти границу 15 часов. Мы ее перешли. Сколько времени вы пробыли в Афганистане? Год и семь месяцев. Приходилось достаточно много летать. Нет ни одной, даже не только аэродрома, ни одной площадки, где бы я за время пребывания в Афганистане не побывал. У нас два года. Через два года офицеры прапорщики подлежали замене. То есть приезжали с Союза новые офицеры, мы сдавали в течение трех дней должности, убывали в Союз. Поэтому я два года был. Каждое подразделение имело свою точку зрения и свое значение. Кто-то, где выполняет одну свою задачу и уходит. То есть не важно, сколько я там был, год, два или прочее, но мы выполнили все свои задачи. Что главное на войне? Победить или выжить? Самое главное, конечно, выполнить те задачи, которые были поставлены. По поводу выжить, я думаю, что особенно на этом вопросе не замыкалось сознание каждого человека. Когда начинаются боевые действия, какая-то, ну я про авиацию скажу, какая-то операция готовится, люди думают о том, как выполнить свою задачу. И все, и забываешь про это. Может быть, в начале какое-то есть чувство переживания, а когда уже взялся за работу, когда выполняешь свою задачу, все отходит. То есть это уже делаешь автоматически? Это уже автоматически и все. И мне думается, что вот то, что было там, в Афганистане, потому что мы же обменивались тогда опытом, мы писали документы в генеральный штаб о том, как, какие тактические приемы применялись, стратегические какие-то вопросы другие появились. Так и здесь. Мы в Афганистане одно привнесли, а сегодня уже ребята, то, что работают там на Западе, в районе Украины, там совсем другие, совсем другая техника, совсем другие задачи. И выполнять их действительно, я вот сколько слушаю, я верю в то, что передают по телевидению, действительно наши ребята проявляют чудеса героизма. Почему? Потому что у них есть основа. Это Великая Отечественная, как люди поступали в критический период. И это Афганистан, да любая, любые боевые действия, они дают свои плоды. Да, основное, это было выполнить задачу. Не только ее выполнить, а выполнить задачу, сохранив и свою естественную жизнь, и жизнь своих подчинений. Да, вы же командиры, вы же отвечаете еще за жизнь своих бойцов. Да, поэтому я считаю, что вот это вот была первостепенная задача. Шок наступает где-то буквально в несколько секунд, когда начали. Вот с самого начала. Командиры наши говорили, сами себе в голове забивали, если начнется, надо действовать решительно. Но всегда это почему-то начиналось внезапно. И вот эти вот несколько секунд, вот раз, все. Потом уже как, включается, как на автомат, как говорят, и все, и поехали уже. Защитная реакция. Защитная реакция, да. Профессионализм. Так уже ты привык к этому, и уже делал все здесь уж не в сознании, а как-то автоматически. Тем более, что вот в то-то время, в общем-то, очень здорово ответственность у офицеров, так сказать, чувствовалось. Не то, что там нас действительно кто-то там накачивал, постоянно что-то говорили. Ну, мы просто с детства так были воспитаны. В первую очередь выполнить надо все задачи, а потом уже все остальное. Именно то, что сейчас сказали мои боевые товарищи, поддерживаю их. Когда я только оказался за речкой, я посмотрел на луну и сказал, началось. Исторический Афганистан, он наш сосед южный. Мы всячески поддерживали его много лет. Вот, строили дороги, детские сады, школы, гидроэлектростанции. Они до сих пор сегодня любят шурави. Даже был такой случай. Один маджахет прострелили ему палец, который курок. Но он говорит, мне, говорит, прострелили, говорит, этот палец. Но я, говорит, на шурави не обижаюсь. Они до сих пор, после вывода американцев, они даже говорят, что шурави хорошо воевали. И даже... Шурави с афганского, это значит русский. Да. С афганского. Именно то, что мы вышли с достоинством, оставили им все, казармы, технику, все-все в чистоте. Ну, это да, это в русском характере. Уйти, оставить все. Да. Боевые действия, да, действительно. У нас чувство братства, брат, брат. Если рядом идет человек раненый, рядом друг, который идет, обязательно вытащит его. И вот это чувство братства, это было... Мне кажется, что на каждого человека очень здорово влияет то, когда он рядом с кем-то, и когда он видит, что струсить нельзя, потому что твой друг рядом видит тебя, и ни в коем случае нельзя подвести вот этого. Это чувство такое психологическое у каждого человека. Но когда ты чувствуешь, что рядом кто-то есть, ты себя ведешь совсем по-другому, как, допустим, был бы СМ-1. Вам государство помогало адаптироваться после того, как вы вернулись на родину? Мне лично адаптации никакой не понадобилось. У нас, наверное, в авиации, именно тех, кто летает, такого уж слишком переживания. И только тогда, когда сбивали наших товарищей, тогда чувство боли, скорби – это дело преобладало в каждом сознании. Гордость была тогда, когда, допустим, выполняет ведущий атаку, и его сбивают в процессе атаки. И можно было бы, конечно, катапультироваться или что, но он идет на то ДШК, которое его сбило, чтобы его ведомого не зацепили еще. Вот это чувство тоже, что было во время войны, Гастелло там и так далее. То есть это продолжалось в процессе этой войны. И это очень здорово. Потому что оно было впитано, вот это чувство ответственности, чувство борьбы за товарища. Вот мы, наверное, подошли к самому главному вопросу. Когда вы были совсем молодыми школьниками, вам педагоги объясняли, что такое патриотизм? И в чем он заключается? Не особенно, может быть, педагоги, они не зацикливались на этом деле. Нужно было преподавать свои предметы. Педагоги я имел в виду люди взрослые. Это не обязательно учителя. Это могут быть какие-то наслабы. Обязательно. Это родители. Только через это мы все прошли. Почему? Потому что перед нами было то поколение, которое прошло Великую Отечественную войну. Я тоже, в общем-то, из семьи фронтовика. Папа такой был строгий, коммунист идеиный. Ну и надо отдать должное, что, в общем-то, в школах у нас работали комсомольские организации, пионерские организации, фронтовики приходили в школу. Никто не говорил, что надо вот сильно Родину любить. Нет, таких призывов не было. Это как-то оно само собой подразумевалось. Школа, дом, организация, это все было вполне достаточно для того, чтобы человек вырос патриотом. Интересно послушать Анатолию Корнильевича, потому что термец – это все-таки не Россия. Как там было поставлено дело воспитания патриотизма? Чувство воспитания – это только начало. Сегодня я вам могу точно сказать, что патриотическое воспитание, оно уже настроено, оно до такой степени уже вклинилось в это дело, чувство нашей истории, знать историю своей страны, знать уроки, например, Чечня, Афганистан, Сирии. И разговариваешь сегодня, проводишь уроки мужества с молодежью, они это понимают. С ними нельзя так говорить сейчас. Сейчас у нас молодежь очень продвинутая. Им нужно говорить с ними, разговаривать, показывать хронометражные фильмы, «Солдатская песня». Вот это вот их сейчас больше всего интересует. И все преподаватели школ, все директора принимают этих гостей. Вот я проводил вчера, позавчера встречи. Да столько сегодня у нас дети. Именно вы имеете право говорить о том, что такое патриотизм. Вы сейчас являетесь важнейшими проводниками патриотического воспитания. Вот Анатолий Корнеевич Лушин пишет стихи, сочиняет песни. И исполняет их для школьников. Встречается с ребятами и рассказывает им просто о себе, о своих товарищах. Я думаю, что это очень правильно. И у нас Анатолий Иванович занимается распределением, назначает в школы. Я тоже встречался со школьниками и разных классов, и старших, и младших классов. И мне очень приятно, когда воспринимали очень хорошо. Много проводится, особенно в феврале имеются мероприятия, месячные патриотические работы и воинской славы. Я бы не сказал, что это месячник. Он, в принципе, идет в течение всего календарного года. Помимо того, мы стараемся не только проводить уроки мужества непосредственно в школу. Мы подключили хорошо одного из наших членов организации к проведению знания нашей авиации на базе авиалифта. Там музей. Сейчас вот неделя как раз идет, человек занимается этим вопросом. Приезжают школьники, приезжают группы отдельные, там, детей. Взрослые приезжают, которым очень интересно. И приезжает и с Уссурийска, и с Находки. Это не только, скажем, только для детей. Это патриотизм, он должен быть всегда и везде присутствовать. Не так давно в школе номер 18 установили мемориальную доску погибшему на Украине воину нашему земляку, выпускнику этой школы, Денису Бачаеву. На мероприятии присутствовали школьники, его товарищи, педагоги, общественности. На торжественном мероприятии мама Дениса, Ирина Ивановна, сказала одну простую фразу. Представьте себе состояние этой женщины, которая потеряла сына на войне. Она обратилась к школьникам и сказала, ребята, берегите ее родину и будьте патриотами. Вот в этом, наверное, и заключается патриотическое воспитание. Очень много людей, которые занимаются вопросами, не только, скажем, оказанием какой-то материальной помощи военнослужащих, которые непосредственно сейчас выполняют боевые задачи, но и занимаются рядом других вопросов. Разыскивают военнопленных, посещают семьи, у которых, к сожалению, погибли кормильцы. То, что у нас патриотизм действительно в нашем обществе высок. Мне по долгую работу приходится ежедневно сталкиваться с ребятами, которые прибыли на реабилитацию. И многие уже из них сказали, такую мысль выразили, почему мы не начали раньше. Не сказали, что там страшно, то есть, вот что-то не было вот этих разговоров никогда. Вот уже несколько раз я слышал, что надо было начинать раньше. Сейчас хочу задать вопрос, который никогда и никому в никакой ситуации я бы не задал. Но вам задам, у вас спрошу. В чем смысл жизни? Главное – это служение своему Отечеству. А больше о чем можно говорить? Только служение Отечеству, потому что мы родились, мы нас выучили, получили мы образование, получили специальности. Мы гордимся тем, что мы привнесли что-то государству. И сейчас по-другому относиться, мне кажется, что нельзя. Только любовь к родине и все. Я бы еще добавил к сказанному, что немаловажным является, чтобы человек был полезен тому обществу, в котором он живет. Сейчас, когда началась вот эта вот специальная военная операция, вылезли некоторые негативные моменты, о которых я, в общем-то, не хочу здесь говорить. Но они в нашем обществе, к сожалению, присутствуют. Равнодушие, безразличие. Я считаю, что если мы находимся в нашем обществе и живем, мы можем в любой момент обратиться к этому обществу за помощью. И нельзя быть равнодушным проблемам, которые существуют в этом обществе. А общество у нас может быть военное, гражданское. Это не важно. Дети, взрослые. У всех могут быть проблемы. И мы должны на эти проблемы обращать внимание, помогать. Я считаю, что вот это одно, так сказать, важное направление в жизни нашего человека. Я думаю, что смысл жизни – это семья, как говорится. Посадить дерево, вырастить детей, внуков и прочее, прочее. Воспитывать их в духе любить свою родину, то есть свое отечество. Должен гордиться, что ты россиянин. Чувство вот этого патриотизма, оно всегда на месте. И все, как положено оно должно быть. И социальные блага для каждой семьи. Вот это самое главное, я думаю. А раз это будет все, значит, мы крепнем, мы мужаем и мы хорошо живем. В том числе и за это вы воевали в Афганистане. Да. Я так считаю. Подводя итоги, можно сделать вывод, что смысл жизни заключается в том, чтобы прожить эту жизнь так, чтобы на твоем примере можно было бы воспитать патриота. Да, видимо так. Но самое главное, вот я не знаю, я с рядом своих товарищей, друзей, сколько ни разговариваем, встречаемся и с афганцами, и с теми, с кем прошел долгую службу свою. Мы всегда говорили и радовались, что мы получили лучшую специальность, лучшая профессия у нас была. Мы гордились этой профессией, мы получали удовольствие, несмотря на то, что она была сложная, все-таки и перегрузки огромные в процессе полетов, и надо соображать там, куда, как стрелять, какими видами оружия и так далее. Мы гордились, это было тяжело, но приходил домой, ты радовался, что ты можешь и летать, и на земле решать те задачи, которые есть. Может быть, кто-то посчитает, что слишком громко и папостно звучит тема нашего сегодняшнего разговора, но мне кажется, это очень актуально именно сегодня, именно сейчас. Время такое, слишком много поставлено на карту, судьба Родины, судьба страны, и только объединившись, мы сможем победить. И опыт, боевой дух и боевое братство нам в этом помогут. На этом я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин